Привет! Вы на канале про продукт. Сколько по времени варится говяжье легкое? Говяжье легкое – продукт, не имеющий широкого распространения в кулинарии. К сожалению, многие хозяйки просто не умеют его готовить и не имеют представления, как и сколько варить легкое говяжье. Они даже не догадываются, сколько вкусных блюд можно приготовить из этого продукта не только для повседневных обедов, но и для праздничного стола. Помимо разнообразия блюд и отличных вкусовых качеств, это еще и полезный диетический субпродукт. Польза говяжьего легкого. Легкое содержит в составе немало витаминов и полезных веществ, поэтому употребление его в пищу благоприятно влияет на организм. По содержанию полезных микроэлементов состав говяжьего субпродукта можно приравнять к составу мяса, при этом он содержит много белка и соединительных тканей, но совсем не имеет в составе жиров. Благодаря своей низкой калорийности блюда из субпродукта можно отнести к диетическим. Витамины и микроэлементы в составе продукта оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему. А также употребление способствует укреплению иммунитета и улучшению работы ЖКТ. Для людей, соблюдающих диету, говяжье легкое – лучший продукт. Он восполнит в организме недостающий белок, но при этом совершенно не скажется на фигуре. Тем не менее, следует с осторожностью относиться к субпродукту людям, имеющим аллергические реакции на говядину. И очень важно правильно подготовить и сварить, так как этот орган имеет особенность впитывать в себя вредные вещества и тяжелые металлы. Как выбрать хороший продукт? Весомый вклад в качество и пользу приготовленного блюда делает выбор хорошего продукта. К приобретению говяжьего легкого следует отнестись с немалой серьезностью. Если есть возможность, то стоит выбирать субпродукты от молодого животного, это гарантирует, что содержание плохих веществ будет минимальным. В условиях приобретения продукта в магазинах определить возраст невозможно. В этом случае следует руководствоваться другими критериями. Если есть возможность, то предпочтение стоит отдать охлажденному продукту, а не замороженному. Цвет легкого должен быть розовым, но не ярким. Поверхность должна быть целостной, без повреждений, без слизи и ощущения липкости. Выбирая замороженный продукт, нужно обращать внимание на срок годности. Чем свежее субпродукт, тем лучше. Подготовка перед варкой. Прежде чем начать варить говяжий субпродукт, его нужно правильно подготовить. Если продукт заморожен, то его следует разморозить естественным способом, не используя воду или микроволновую печь. Ускорение процесса разморозки способствует потере полезных микроэлементов и витаминов. Совет. Размораживайте продукт на разделочной доске, обернув его полотенцем. Такой способ позволит сохранить больше полезных веществ, а полотенце впитает лишнюю влагу. Субпродукт необходимо вымочить в нескольких водах в течение 1,5-2 часов. Это необходимо для того, чтобы из легкого вышли остатки крови и некоторое содержание нехороших веществ. По мере вымачивания вода, в которой находится легкая будет темнеть, ее необходимо сливать и наполнять емкость свежей водой. Выполнять такую процедуру следует до того, пока вода не перестанет становиться темной. После того, как легкое будет вымочено, его нужно порезать на порционные куски. Так легкое сварится быстрее. Можно варить говяжий продукт и целиком, но это делает процесс варки более долгим. Разрезая легкое, следует удалить из него часть но не стоит уделять этому много внимания. Они гораздо проще удаляться, когда субпродукт будет сварен. Термическая обработка субпродукта. После того, как продукт прошел этап подготовки, можно начать варить легкое говяжье. Сколько продлится процесс варки, зависит от того, порезан говяжий субпродукт на части или все же хозяйка решила варить целиком. Время варки. Если легкое варить в целом виде, то это займет примерно 2 часа, зависит от размеров субпродукта. Готовность можно определить путем протыкания продукта острым предметом. Если говяжий субпродукт сварился, то он будет легко протыкаться и не выделять при этом розовую жидкость. Если варить кусочками, то время сокращается до 35-50 минут. В зависимости от дальнейшего использования, если готовится на салат, то варить следует дольше до полной готовности, а если для последующей жарки, то достаточно получаса, потому что продукт будет подвергаться дальнейшей тепловой обработке. Как правильно варить? Варить говяжий субпродукт нужно особым образом. В первую очередь следует выбрать довольно вместительную кастрюлю, которая позволит заполнить водой продукт до полного скрытия и при этом оставить место для кипения. Когда вода закипает, начинается активное пенообразование. Накипи пену следует оперативно снимать шумовкой. После закипания можно проварить в течение 15 минут, а затем нужно сменить воду, так как в нее вышли последние остатки крови и вредных веществ. В следующую воду уже можно добавлять приправы и специи по вкусу. Особенностью субпродукта является его пористая структура и заполненность воздухом. Из-за этого легкое всплывает и варить его не всегда удобно. Опытные хозяйки рекомендуют несколько раз тщательно перемешать кусочки, чтобы дать воздуху выйти, тогда куски будут меньше всплывать. Чтобы сварить легкое, которое всплывает, можно опустить в кастрюлю крышку меньшего диаметра и установить на нее небольшой груз. После того, как субпродукт сварится, его можно положить под пресс и остудить под давлением, такой способ придаст плотности текстуре и легкое будет напоминать язык. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал.